Видите, бывает, то есть я заходил из ума нижней подчеркивания Русумовского аккаунта, из моего триллионера, перегрузил весь телефон, полностью весь, потому что никак не мог. Вот такая висящая картинка потом пишет то, что там в смысле не можете включиться в этот прямой фер. Он у меня даже не включается в ваш эфир. Шамиль Рифатович, ну мы абсолютно не переживали, мы знали, что у нас... Очень правильно. Я как раз думал, насколько сейчас внутри нас будет напряжение или его не будет, чтобы потом спокойно поговорить на ту тему, которую мы сегодня задали. Да, спасибо большое. Шамиль Рифатович, я очень рада вас видеть. Может быть, вы пока отключите комментарии, чтобы нам было удобнее поговорить, а затем мы их отключим, да, чуть позже? Я тут не такой профессионал, как вы. Выключите комментарии, да. Да, выключите комментарии. Спасибо большое. Шамиль Рифатович, спасибо, что в третий раз согласились выйти с нами в прямой эфир в Казахстане. Вы, конечно, просто звезда. Ладно, хорошо. Мне столько людей пишут и благодарят меня за то, что мы выходим с вами в прямой эфир, потому что очень лаконично, легко, доступно объясняется. Ну дай бог, хорошо, что вы организовались, потому что в данном случае у вас большая аудитория, и вы смогли организоваться. Я даже удивляюсь тем, которые где-то там, я удалял эти комментарии, когда у себя вывесил нашу запись. Кто-то говорит, вот она там что-то не смогла доформулировать. Но на самом деле очень классно все формулировали, и, ну, к сожалению, людям не угодишь. Я, честно говоря, светская мусульманка абсолютно, но вы видите, что я сейчас уже в платке. Я уж сразу, я еще тогда, когда картинку видел, думаю, то есть не мог подключиться, но видел вас в платке. Думаю, ну, думаю, Динара конкретно продвинулась в этом вопросе. Вы знаете, на карантине я очень продвинулась. Я на самом деле раньше держала у разу, но не совсем понимала смысла. Но вот после вашего эфира, потом после эфира с вашим братом, Муфтеем Москвы, Ильдаром Алиудиновым, когда он объяснил вообще суть поста, что это анализ жизни, анализ твоих действий, твоих мыслей. Затем у нас был прямой эфир с вашей супругой Зилей. Мне прям понравилась вот эта фраза, я ее запомнила. Говори благое или молчи, да? То есть контролируй просто свою жизнь. Конечно, это очень сильно на меня повлияло, потому что, если раньше я держала просто сообща с семьей, не понимая, вот, знаете, не глубоко копаясь. Да, не ощущая всей глубиной души. Да, но когда ты, чем глубже ты познаешь, я же читаю еще богословский перевод ваш, тем больше ты понимаешь, и тебе на многие вещи открываются глаза. Поэтому вам спасибо большое за ваш труд. Шамир Ифатович, мы с вами сегодня вышли в такую благословенную ночь. Наш муфтият определил, что именно сегодня хабртун, ночь предопределения. Вот в хадисе написано, ищите ночь предопределения в нечетных ночах последних десяти дней Рамадана. Вот мне интересно, как муфтияты разных стран, вот в том числе вы, да, в России, в Казахстане, определяют, когда именно, вот по каким признакам определяют, когда именно та самая благословенная ночь. Вот как раз тонкость профессионализма многолетнего опыта ведущей вас, как журналистки, в том, что вы задаете вопрос, он вроде как религиозный, но он звучит очень по-светски. И тем самым спектр информации расширяется на очень широкую аудиторию. Потому что так вопрос мне еще никогда не был задан. Он обычно мне задавался религиозно. А вы задали его с таким подтекстом, когда это, ну, с таким и текстом, и контекстом, когда это, ну, реально вне религиозной среды, у людей такой вопрос может возникнуть. И он очень правильный вопрос. Вот, например, духовное управление, там, Казахстана, Кыргызстана, России, там, Англии, неважно, сказали, что вот, там, ля-лю-тур-кадр, ночь могущества, вот в такую-то ночь. Как они определяют? Вот теперь, если идем к канонам, то есть к основам, аяты, да, Слово Божие, хадисы, высказывания пророка, то, и уже вообще мусульманское богословие на основе аятов и хадисов, то ночь могущества до ее наступления определить невозможно. Вот если каноническая тонкость, до ее наступления определить невозможно. Но, вы скажете, опять же, но почему же тогда, вот, например, объявляют, что вот такая-то, такая-то ночь. Здесь это уже больше идет традиция, но имеющая небольшой базис канонический. В хадисах говорится, то есть, высказывания пророка касательно ля-лю-тур-кадр, ночи могущества, а на самом деле перевести как могущество правильно. Раньше в советский период переводили как ночь предопределения. На самом деле это ошибочный перевод, потому что должно было звучать ка-дар через а. А здесь кадр, она так и есть, та же сура в священном Куране есть. Ля-дур-кадр. Нет, кадр. Ка-др. Кадр. Кадр. Все. Вот, и как раз это как ночь могущества переводится, это основной перевод, основной ее смысл. Так вот, если говорить о достоверных хадисах, то там четко, то есть в Куране, да, есть сура о ночи могущества, целая отдельная сура, но там о дате, какая по счету, не проговаривается. Проговаривается уже высказывание самого пророка. И вот в высказываниях, что, какой нюанс. Четко в достоверных хадисах сказано, последние 10 ночей, раз. Сказано, одна из нечетных, два. Сказано, 27-я, три. Есть, 24-я, четыре. Есть, 27-я, 29-я, тоже. То есть, варианты. И каждое из этих высказываний имеет свою каноническую основу. Поэтому, но так традиционно получилось. Потому что, то есть в какой-то день нужно провести все это наиболее торжественно. Если, например, ураза байрам, опять же, и для ваших подписчиков будет полезно, потому что люди часто путают. То есть, например, государственный праздник может быть и три дня, и четыре дня на ураза байрам. Но канонический праздник, когда запрещено соблюдать пост, один-единственный день. Один-единственный день. И здесь вы ни туда, ни сюда. У вас нет вариантов канонических. Он один-единственный. После завершения месяца Рамадана один-единственный день. А вот ля-ля туркадр, ночь могущества, одна из десяти последних. И вот никуда не деться. И те описания, которые есть, они все касаются периода, когда она движется. То есть, сама ночь протекает, ночь, и завершается, как она ночь, и какое у нее утро. То есть, описания касаются того, что ночь будет спокойной. Будет погода умеренная для данных климатических условий. То есть, не смотреть на день, да? Потому что днем у нас сегодня был днём. Ничего не даст. Нет, никаких описаний. Только сама ночь и следующее утро. То есть, в описаниях, если говорить, в богословских описаниях, то только сама ночь, что она спокойная, тихая. Что примерно средняя такая температура для данных климатических условий, она усредненная. И на утро солнце восходит необычно светло, диском, и не слепит глаза. То есть, яркость очень такая приятная, мягкая яркость солнца. Поэтому мы узнаем только, когда уже ночь могущества завершается. И, например, для меня в жизни, вот я когда даже мысленно готовился к этому эфиру, и до этого тоже, когда вот эта тема поднимается, у меня, например, за вот эти 34 года соблюдения поста вместе с Армадан, у меня одна ночь очень ярко запомнилась. То есть, именно в ту ночь мне было тогда 16 или 15 или 16 лет, потому что уже в 17 я работал, как раз это было до этого. И я учился в школе. Получается, 15 или 16? Ну, река 15. И я в ту ночь остался, решил остаться в Московской соборной мечети. То есть, это, считайте, там, какой, примерно 80, если 16, то 90-й год. То есть, 90-й год, 89-й год, если 15. И тогда была только одна мечеть в Москве, деревянная мечеть, и я там остался на ночь. Очень хорошо ночь прошла, хотя, вот опять же, у вас будет вопрос, там, касательно того, что нужно. И часто люди спрашивают, что ж теперь, не спать 10 ночей? Такого нет. Такого нет. Но вот в данном случае я решил для себя, вот, подросток, да, останусь на ночь. Родители разрешили, советский период был, и остался. Все равно я там вздремнул перед утренним намазом, потом проснулся. Чуть-чуть, буквально, по-моему, один огурец мне тот отдал, я даже с собой еду туда не взял. Один огурец съел, и вот утренний намаз мы почитали, я поехал домой на метро. Но я из метро выхожу, я вот как сейчас помню это небо. То есть оно настолько светлое, и солнце настолько мягкое, я просто поразился. И мои ощущения были, что в та ночь кардинально повлияло на мою жизнь. Потому что я попросил конкретные вещи для себя, получил даже в ту ночь одну интересную новость для себя. И вот по моим ощущениям вообще судьбоносности техных событий, она очень сильно повлияла. То есть это был такой знак для вас, да? Для меня определенный знак, и вот именно утро, понимаете, вот это солнце утром, оно прям, оно какое-то необычное, волшебное такое, мягкое, светящееся. Поэтому, что касается заранее, духовное управление не то, чтобы они чем-то неправы, нет. Они просто-напросто стараются сделать какой-то один день наиболее торжественным. В том числе в мусульманских странах тоже обычно берут 27-ю ночь. То есть на нашем с вами случае, это вот как раз с 19 на 20 мая, да, вот сегодняшняя ночь, она как одна из, одна из этих десяти. Возможно. Это свой приоритет, возможно, имеет какую-то свою особенность, но с точки зрения государственных мероприятий во многих мусульманских странах именно к этому числу, 27-му, стараются что-то приурочить торжественные мероприятия. Мечети именно в эту ночь всегда открыты, в том числе. Это традиционно, чтобы люди могли прийти. Другие ночи закрывают мечеть. То есть здесь дополнительная торжественность такая народная традиция, имеющая основание каноническое. Все-таки людям, видите, нужны четкие правила, да, то есть им нужно понимание для того, чтобы когда, в какой день, вот сегодня... Вот понимание. Вот как вы сказали, понимание. Потому что саму суть понимать. Чтобы не получилось, что люди из-за того, что они услышали о том, что вот Дум, Духовное управление мусульман объявил, что вот сегодня все, значит, сегодня я там буду, там, не буду спать, буду всю ночь молиться, а все остальные ночи, 9, да, они пролетят мимо этого человека. То есть это неправильно. Шамиль Рифатович, вы сказали о том, что вот вы в 15 лет переночевали в мечети, да, сейчас на карантине, наверное, впервые за многие года, да, когда люди, мусульмане всего мира не могут провести эту ночь в мечети. Мы проведем эту ночь у себя дома, каждый у себя. И вы сказали, что вот вы, для вас это был такой знак и, наверное, какой-то такой жизненный поворот, да, когда вы для себя, может быть, определили, кем вы будете, да? Ну, не факт. Вот что-то, оно как-то где-то происходит глубоко внутри. Так, и вопрос? Ну вот, потому что у вас были конкретные желания, у вас были конкретные цели. И вот вопрос, о чем просить Всевышнего в эту ночь? Отлично. Значит, вы просто поправили платок, а мой мозг сразу выдает. Там есть определенный стиль, если что, потом у кого-то спросите, или у моей супруги. Да, узели страшно. Да, определенный стиль, и у вас платок вообще вас беспокоить не будет. Вообще. Он никуда двигаться не будет. Так, это ладно. Я начинающая. Нет, все классно, вы хорошо начинаете. И просто вот мне даже было на самом деле больно, например, даже я сделал пост о нашем эфире. Ну, один комментарий, чуть-чуть, он как бы небольшим негативом в ваш адрес. Я его удалил сразу. То есть, насколько вот, вот я не знаю, почему люди не стараются в себе и в других находить хорошее. Я удивляюсь. То есть, например, вот эта ваша инициатива для огромного количества людей, она очень положительная. Нет, а вот что? Это то же самое, что, а вот у нее, у Динары, вот платок вот так, или вот так, или она вот так посмотрела, или какой-то жест вот так сделан. Ну, послушайте, ну, как так можно? То есть, зачем на это тратить свою жизнь? То есть, и вот, ля-ля-тур-кадр, ночь могущества. Здесь мы должны вот эти последние десять ночей задуматься, на что мы тратим свою жизнь, на чем мы сфокусированы, на чем мы сфокусированы и чего мы на самом деле хотим. Потому что, если мы поймем, чего мы хотим, и именно в эту ночь об этом попросим, некая программа минимум, будем как можно четки, нужно понимать, что потом, прося об этом, нужно будет сфокусироваться на этом. А ночь могущества может дать божественное благословение и резкий взлет к реализации этого года. То есть, вот этот нюанс, не то, чтобы что-то потом волшебством произойдет. Или как один, например, у меня в комментариях написал. Ну, это степ-бай-степ, я вам хочу сказать. Шамир Ильфатович, мы с вами, я вас перебью на карантин. Мы же с вами встретились, наш первый прямой эфир был в начале карантина. Я вам признаюсь, я не собиралась держать урозок, потому что я думала, ну, коронавирус, наверное, сложно. Ну да, говорят, что иммунитет ослабевает. Иммунитет ослабевает. Я даже маму свою отговаривала, потому что у нее проблемы с желудком. Я говорю, мам, ты уверена, не уверена? Но после нашего первого эфира, вы не поверите, ко мне пришла соседка, принесла ваш богословский перевод, Коран. Я начала его читать. Ну, во-вторых, я его уже заливала на YouTube, я снова прослушала, и на меня это очень сильно повлияло. Второй раз мы с вами вышли в прямой эфир, опять вот так совпало, что мы вышли с вами буквально за пару дней до разы. Где вы уже, знаете, поставили четкую точку, да, в моей голове, восклицательный знак, почему я должна держать урозок. И во время поста Зиля плюс Ильдара Лёхдиноку, наш выходил заместитель верховного нашего муфти, да, и все, и все встало на свои места. И сейчас я вижу милость Божью, как вы говорите, во всем, понимаете, вот во всем. Я не заметила, как прошел карантин. Я чувствую Всевышнего, как Он мне помогает буквально в каждом, вот во всем. Я не вижу препятствий, я не вижу проблем, я не вижу, что что-то сложно, да, вот то, о чем вы говорили. И я очень рада даже тем злым комментариям, где писали, почему она не в платке. Я реально не задумалась даже об этом, да. Ну, после этого я задумалась, почему я об этом сама не догадалась. Ну, как бы я расту вместе с нашими мельчинами. Нет, здесь это определенный процесс, здесь не надо ускорять. Понимаете, вот растение, оно растет постепенно, вы начнете его вот так вот быстрее-быстрее за уши тянуть, а вы просто его вырвете с корни. А мне нравится вот так вот потихонечку, постепенно, да, поэтапно. Я наслаждаюсь, вы знаете, какой вот, и мне, для меня очень, наверное, ключевым, я свою подругу, уже третий день был у Розы, она известный казахстанский дизайнер Аида Кауменова, третий день у Розы я ей звоню и говорю, Аида, это такой кайф, это такое блаженство, я просто тебя прошу, попробуй. Она говорит, Дикония, это сложно без воды, я говорю, нет, ты просто попробуй, ты просто ощутишь вот просто Бога. И мы, она на следующий день начала держать, она поняла, потому что потом я ей дала ваш эфир послушать, где вы говорите, что можно рот полоскать, да, что если там нос не дышит, можно побрызгать. Все, и она тоже расслабилась, и она тоже, и она благодарит меня, я говорю, ты не меня, не меня благодарит, а Шамиля Рифатовича, потому что вы как будто бы упростили, да, на многие вопросы ответили. И вот мне нравится, что это все происходит степ-бай-степ, вот и вот сейчас, да, вот сегодняшняя ночь, наверное, знаете, классно, когда ты вот даже сегодняшнюю ночь проживаешь осознанно, и приходишь вообще к исламу тоже осознанно. Не так, что тебя кто-то привел, да, там, может быть, муж там, или родители заставляют, а когда ты сам, ты хочешь этого сам действительно. Классно. И вот возвращаясь, касательно о чем просить, как просить, должна быть программа минимума. Вот, например, у вас сейчас за эти дни, там, 20 лишних дней поста, включился процесс осознания. Я, например, то есть вот даже когда вы посты удешивали, я видел вашу страничку, то есть у вас, ну, серьезная загруженность. Серьезная загруженность, и, например, я тоже порой как бы бываю загружен, ну, так, стараюсь всегда загружен быть, но, как сказать, это стараюсь не быть загруженным, но всегда загружен вот так, может быть. Но здесь очень важно, то есть я периодически, даже на семинарах я это мучу, в том числе, это прислушиваться к себе, слышать свой внутренний голос. И вот это, то есть с одной стороны карантин, с другой стороны роматан нам дал возможность задуматься, приостановиться, задуматься о том, что для нас на самом деле важно, например, в том числе наши дети, то есть глубину их осознания, потому что, например, там даже кто-то на днях у меня среди подписчиков спросил, вот там племянница, она как бы сказала, все, я там становлюсь мусульманкой и так далее, и так далее, и потом смотрим, она там одевается во всем черном, все черное, только о религии говорит, больше других тем нету, учиться не хочет, это не хочет, то не хочет, говорят, мы все напугались. То есть вот самые разные вещи происходят, и мы иногда где-то на наркомании, а где-то даже на религиозном экстремизме или радикализме можем потерять подростка. И вот опять же наше желание как родителей, чтобы с трех, с пяти, с семи лет у ребенка сформировалось какое-то вот это внутреннее чувство, чтобы он потом для утверждения какого-то своего статуса не принимал там сколько кто выпьет больше алкоголя, или выкурит больше сигареты, или большую дозу будет хвастаться, или там во все черное оденется, у него родители ему заложили какое-то вот это внутреннее ощущение самодостаточности, удовлетворенности, осознанности, осмысленности. Потому что у нас на oma.ru приходит вопрос, здесь возле меня даже зум специальный стоит, на который я записываю ответы. И сегодня я утром отвечал, столько настроений суицида у подростков, у взрослых. Люди говорят, как бы, пожалуйста, спасите, я даже не знаю, что делать. Прям вот задыхаюсь от жизни, я не могу понять эту жизнь. Это говорят и подростки, и взрослые. То есть поэтому, вот в ля-ля-тур-кадр, возвращаясь к ней, тогда, например, для меня в те годы, в 89-е или 90-е, в те годы как раз мне сказали, что великая вероятность, что мне придет приглашение учиться в Франции, но именно на богословском факультете. Великая вероятность. Но это был Советский Союз. В 92-м начале, когда я выезжал за границу, это еще был Советский Союз и Мидовская печать разрешения на выезд из Союза. Поэтому, то есть это еще был такой, как бы, коммунизм, коммунизм, 89-й. И, то есть, я в том числе об этом просил, но я не знаю, какое такое внутреннее волшебство. Я не собирался быть богословным, не собирался быть имамом. Возможно, был какой-то налет того, что, как бы, за границей, да, для советского человека. Но в то же время что-то было какое-то внутреннее, глубоко внутреннее, где-то заложено даже родителями осознание, самодисциплина, ощущение жизни. И потом, хоп, это приняло какую-то форму. И приняло форму даже, опять же, я поехал не во Францию, а в Египет. В Египет оказался довольно сложных условиях в Египте, жизненных условиях. Но, опять же, Бог милому, то есть, я пообщавшись с одним человеком, мне сказал, нужно полюбить своего учителя, и ты сможешь извлечь максимум. То есть, а к тому, что мы о чем-то просим, во-первых, мы должны понять, чего мы хотим, и очень важно, чтобы в этом пункте были в том числе наши дети. Их самостоятельность, их самодостаточность, их уверенность в себе, их устойчивость психологическая, физическая, интеллектуальная, духовная. То есть, это крайне важно. То есть, это... Но иначе мы спокойно ни жить не сможем, ни умереть спокойно не сможем. Если детям мы не сможем это дать в их сути, и получить на это, опять же, божественное благословение, чтобы после нас уже их Всевышний вел без нас. Это очень важно, потому что я порой людей консультирую, они умер отец или мать. Все, он говорит, я потерял себе, я потерял смысл жизни. Так нельзя. Родители должны суметь при жизни своей передать самостоятельно своим детям. То есть, это целый процесс. И суметь это коротко сформулировать в ночь могущество касательно своих детей. Коротко сформулировать касательно своей карьеры, например. У вас может быть там дизайнерское направление, там журналистское направление, другое направление, то направление. Это все хорошо. И что, тебе разорваться, что ли, на части? Нет. Иначе вы потеряете свое здоровье, вы потеряете психологическую устойчивость, вы не сможете, то есть, вас не хватит на ваших детей. Поэтому здесь вот этот момент, ну, тот же самый принцип Паретта, отсекать 80% второстепенного. Понять, а где вы на самом деле хотите просто вот расцвести как лучшие розы в этом саду людей. Как самые лучшие, самые крупные, самые благоухающие. Где это мое? То есть, опять же, это ваша карьера. Да, ваше здоровье. То есть, когда люди сталкиваются с проблемой, все. То есть, вот сегодня я читал один запрос, и человек столкнулся с онкологией. Не дай бог кому-либо. Но когда человек столкнулся, в нем такой что-то прорыв происходит. Но не факт, что этот прорыв, во-первых, не обрушит его в пропасть, потому что ему не на что внутри опереться. И в то же время эта боль полностью его не разрушит, той же самой онкологии. То есть, человек изначально должен задумываться о своем здоровье. То есть, вот эти вот элементы в ночь могущества можно все это упаковать в 5 минут. Основная молитва, которая упомянута самим пророком Мухаммадом, алейхи салам, касательно ночи могущества, Аллахумма, инна ка афуун, тухиббуль афва, фа афу анни. О Господи, поясни, ты прощающий. Любишь? Прощать. Прости меня. То есть, мы через те же самые слова астафирулла, прости меня, Господи, пророк Мухаммад, алейхи салам, проговаривал эти слова, прости меня, Господи. В хадисах говорится, 70, иногда 100 раз в день. Не потому что грешил, а потому что старался быть ближе к Богу. И здесь то же самое. В эту ночь первоочередно мы открываем врата божественной милости для себя через вот это всепрощение. Я сегодня, опять же, например, писал один ответ. Одна женщина говорит, у нее муж, но полный идиот, но полный тиран. Гулящий. Заразил ее венерическим заболеванием. Она лечилась, он лечился. Абсолютное умершее интимное отношение в интимном плане. Гуляет направо-налево. Ну, полный идиот. Периодически ее оскорбляющий, унижающий. И представьте себе, она говорит, ну вот я в свое время, там, я 13 лет согрешила, мне, наверное, это за мои, там, грехи. Послушайте, вы будьте чуть-чуть благоразумны, будьте рядом с вами полный идиот, прелюбодей, да, то есть носитель венерических заболеваний, толком нормально не обеспечивающий свою семью, оскорбляющий вас и унижающий. Как вы можете? Это же насколько у вас... Ну, как можно думать о том, что это якобы Бог вам послал, чтобы вы искупили то, что было когда-то 13 лет назад, и вы уже миллион раз уже раскаялись пред Богом? Я говорю, в Коране говорится табу у аслаху. Или, например, аману у амину салихат, аману у атаабу. То есть, уверовали, раскаялись, исправились. Раскаялись, исправились. Все. То есть, это буквально одна минута вашего раскаяния, неважно, это в ночь могущества, в любую другую ночь, вообще где-то по дороге. Просто человек раскаялся, всплакнул, все, этого нет. А проблема, которая перед тобой, она есть, и ее нужно решать. И неважно, это проблема денег, это проблема отношений, проблема еще чего-то, она перед тобой. Не нужно думать, что Бог тебя решил задавить этой проблемой. Да ничего подобного. Это ты сама себе эту проблему сюда на плечи взвалила, и себя стараешься какого-то великомученика. Такого нет в исламе. Нельзя так. Нельзя. В Коране говорится, если кто-то по отношению к вам сделал что-то плохое, дайте ему отпор, идентичный. И здесь и мужчины, и женщины абсолютно одинаковы. Я периодически говорю, не знаю, почему женщины это не понимают, возьмите самую большую эту сковородку, если муж даже поднимет руку, возьмите эту сковородку и скажите, послушай, дорогой мой, если ты еще хотя бы раз поднимешь эту руку на меня, на женщину, которая слабеет тебя, когда ты будешь спать, я просто разнесу твою голову, то есть полностью разобью, твои мозги просто растекут по всей твоей подушке. Сикарный совет. Поэтому просто это совет, он из жизни. Мне однажды один человек, такой весь такой спортивный, элегантный, такой в свои там 40-50 лет, просто молодец. И он говорит, ну он сам с Кавказа, и он интересно, он говорит, в свое время, когда я женился, что-то мы с женой там не поделили, и я что-то просто взмахнул, вот так поднял руку, что в смысле сейчас я тебе там дам. Жена взяла самую большую сковородку и вот так вот сказала ему. Он говорит, все. Он просто приставил свои мозги на подушке. Не то, чтобы он слабый мужчина, нет. Он красавчик, умный, многого добившись и так далее. Но она просто в нем вот это вот злодейство остановила изначально в нем это злодейство. Остановила. Искренне. Дала отпор. И большая молодец. Да. Поэтому в ночь могущества это всего-то может быть 5 минут, может быть 10 минут. Это тишина. Это не обязательно, чтобы были все вместе. Да, все вместе. Мы тоже, например, сейчас дома, да. Все вместе. Торових почитаем. Да. Витр почитаем. Да. То есть, ну, те молитвы, которые вечером там. Пятая молитва, вторая, Витр. Потом вместе дуа читаем. Но я-то проговариваю эту дуа. Вместе читаем хорошо семьей. Хорошо все это, да. Но все равно у каждого должно быть в том числе что-то такое вот сокровенное. Своё, да. Что-то такое своё. На несколько минут. И каждую, вообще, по сути дела, из всех 29, а иногда 30, в данном случае 30, то есть иногда 29 роман, иногда 30. Все ночи нужно вынести вот этот минимум. Но последние 10 ночей этот минимум как-то его чуть активизировать, оживить, включить чувства, открывать божественную милость через вот это всепрощение Творца, да, с мольбой, как бы раскаиваясь пред Богом. Поэтому вот эти вот процессы и проговорить их. Проговорить, но опять же при этом понимать, что мы получаем божественное благословение, чтобы обстоятельства сложились нужным для нас, самым лучшим, благоприятным образом. Но в последующем нужно не исключать, я это называю подтвердить статус. Если мы запросили чего-то очень серьёзного, то нужно будет подтверждать статус. То есть вы будете идти к этому, и будут происходить определённые сложности, возможно, препятствия. Вы должны будете подтверждать статус. На самом деле вы этого хотите. И преодоление этих препятствий как раз будет вас делать тем человеком, который этого заслуживает. Оно уготовано для человека. По итогу, в том числе, его молитвы, бляль Туркадр, в ночь могущества, уготовано для него, но за этими препятствиями. Шамиль Алифатович, у меня был прямой эфир с заместителем нашего Верховного Муфтия, Иршатом Угаровым. Он сказал, что молитвы, которые мы произносим в ночь могущества, не принимаются от людей, которые пьют алкоголь, которые в плохих отношениях с родителями и с родными своими. Вот можете нам пояснить, да? Потому что у нас... Ну, я понимаю... Вы сейчас вот дали некое противопоставление. Нет, я не противопоставление, просто мне хочется... Хорошо. Дополнить. Дополнить. Доконфицировать. Вот, да, да. То есть я понимаю, почему он это сказал. Но, то есть здесь какой нюанс есть. Одно, когда, да, алкоголик или человек, употребляющий алкоголь, он ставит перед собой Богом определенное жесткое препятствие с точки зрения принятия молитвы. Тот, кто разрушает родственные отношения. То есть очень много ложь, предательство, там, я не знаю, клевета. То есть много разных всяких грехов есть, которые могут встать препятствием между нами и Богом. Их много. Если начать это причислять, разные аяты, цитировать, разные хадисы, их много. Но этим путем идти неправильно. К сожалению, в том числе мы с вами, по-моему, в первом эфире говорили, в интернете гуляет очень много всего того, что становится психологическим и фактическим препятствием между человеком и Богом. А вот ты не молишься, твой пост не принимается. А вот ты что-то не так сделал, вот это твое не принимается. А вот ты там не так что-то сказал, вот у тебя куфр, ты кефир. То есть, к сожалению, часто бывает в интернете, что люди чуть-чуть мнят из себя богов. Пусть даже их слова чем-то обоснованы из аятов и хадисов, но их категоричность о том, что человек стал безбожником, категоричность, что его молитва не примется, категоричность еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. В итоге как бы маленькие такие боги получаются, которые определяют, что у вас примется, а что у вас не примется. На самом деле, да, есть аяты, есть хадисы, в которых прописываются те или иные грехи. Грехов не так, много. Некоторые из них... То есть алкоголь это грех, да? Алкоголь, я сам, слава Богу, никогда не употреблял алкоголь. То есть, как бы, Всевышний миловал, никогда не курил сигареты, а уж тем более наркотики точно, тем более не принимал. Так вот, и алкоголь, он... Для меня это был вопрос, во-первых, канонический, потому что с 12 лет как-то так родители поспособствовали, чтобы я приобщился к культуре, в понимании и в практике. И хотя это был еще советский период, 86-й год, но в то же время я в советский период видел. Бывал на свадьбах, то есть у нас семья и есть, и была хорошего достатка, так мы из этапов... в этап Всевышний миловал. То есть иногда люди теряют материальный достаток, иногда могут на разные этапы, там, советский период, перестроечный период, потом период. И в тот период я всегда у отца была новая машина, каждый год он менял, тогда это было очень сложно, и квартиры, и дачи, и все остальное. И мы в том числе бывали на свадьбах, где вот его возраста люди, там, 30 с чем-то, люди приезжали очень красиво все одеты по тем временам, очень модно, да, то есть они приезжали на такси, потому что им возвращаться потом нужно было как бы нетрезвым состоянием, да, после свадьбы. И я видел это. То есть я видел, что, и в том числе, вот потом уже в нулевых, читая по нейробиологии, когда Даниэл Джи Амон сказал, человек, даже если выпил стакан шампанского, то на утро он в унитаз спускает свои мозги. То есть алкоголь даже в малом количестве убивает очень большое количество нейронов. Когда мы спим, жидкость поступает из позвоночника, она промывает все в мозгу и мертвые клетки забирает, они потом выходят с мочой. И как раз Даниэл Джи Амон говорит, то есть алкоголики потом утром, извиняюсь, списывают своими мозгами. Поэтому и с точки зрения, в том числе сканирование мозга, он убивает, то есть там прямо те, кто употребляет алкоголь, у них прямо провалы идут. Мозг, он постоянно, он пластичен, он поддерживает свою работоспособность, да, соглашусь, но все равно. То есть со всех точек зрения в Куране говорится... Алкоголь вреден. Да, и вреден, и в Куране говорится, ридж су мин амали шайтан. Это нечисть из дел сатаны. Все. То есть он поэтапно запрещался, есть несколько аятов в Куране по этому поводу, но в итоге он был полностью категорично запрещен. Ну и даже опять же, если на сегодняшний день человек скажет, «Но я хорошо буду сок пить». Соком тоже сейчас. Про сахар если почитать, то есть в соке там столько сахара, вы пьете там сок, в нем, я не знаю, оказывается там... Половина сахара. Да, наполовину или там 4, 5, до 7, до 8 ложек сахара в одном стакане. То есть тоже. Но алкоголь, если там просто мы говорим о здоровом питании, когда о сахаре, то алкоголь есть экономически тоже недопустимо. Но здесь какой нюанс? Нужно понимать, что сила раскаяния человека, она очень мощная. Очень мощная. То есть порой обычно я говорю, когда спрашивают у меня, в том числе женщины, вопросы, когда приходят на ома.ру и говорят, вот муж там пьет, 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 как быть? Я говорю, то есть, ну, обычно в жизни. То есть тогда я ребенком увидел, во что превращаются эти солидные, богатые, умные люди после употребления алкоголя. Для меня это был очень хороший урок, чтобы никогда не употреблять алкоголь. И когда женщина говорит о том, что вот муж пьет, я обычно говорю, послушайте, поймите, что это с точки зрения нейробиологии, это очень сильная психическая зависимость. Алкоголь, наркотики, игромания, это все, примерно все абсолютно одинаково. В том числе те, кто любят прелюбодействовать, это тоже все одна серия. Дофамин и вот эти скачки, они становятся зависимыми от этого. Очень нездоровая ситуация, и чтобы человек изменился, это нужно что-то очень экстраординарное произойти, экстраординарное. И оно либо полностью его сломает, и он просто уже запьется совсем, либо он восстановится. И опять же, это не так много, которые одумаются и справятся. Поэтому алкоголе нужно просто категорично остерегаться, категорично его сторониться, но при этом нужно понимать, что человек, сколь бы он в том или ином падшем себя не чувствовал бы, он должен понимать, что, во-первых, никому об этом никогда не рассказывать, какой бы человек грех не сделал. Быть искренним только пред Богом касательно грехов, только. Никакой, ни имам, ни мула, ни мама, ни тот, ни другой, никто. И вот пред Богом рассказывать, когда ты один на один с Богом. И если тем более это сделать в эти последние десять ночей, или в эту ночь, и вот просто одну слезинку сплакнуть, то есть она может стереть просто все, что было до этого из грехов. Моментально. Тем более, в том числе и в хадисах говорится, что и ночи месяц Рамадана, и последние десять ночей, и ночь могущества, то есть Всевышний может в итоге простить все грехи человека. Но здесь важный нюанс. Какое у нас окружение, какие у нас цели, о чем мы просим, к чему мы стремимся, то есть мы должны окружить себя на будущее защитой. Потому что в моем понимании человек, да, я сталкивался с разными людьми. В моем окружении нет употребляющего алкоголя. Но иногда с кем-то я пересекаюсь, там какая-то консультация, еще что-то другое, третье. Но нужно понимать, что алкоголь он просто-напросто недопустим, если мы хотим чего-то серьезно добиться в этой жизни. И не употребляющим алкоголь, на самом деле алкоголики втихаря очень сильно завидуют. Они не могут выйти из этой зависимости. И видят человека, который вышел. И они всеми силами стараются его обратно затянуть, чтобы он был как все. Но это правило как все, это правило серой массы. То есть серой инертной массы. Так нельзя. Но мне кажется, что пост-рамадан это как раз шанс выйти из этого такого шанс преобразиться в корни. Преобразиться, да. Потому что человек может быть в этом в этом круге общения с коллегами. с друзьями, с бизнес-партнерами, да. Я просто знаю очень много мужчин в Казахстане, кто иногда просто вынужден выпивать лис. Знаю. слышал одного миллиардера. Один миллиардер долларовый интерес сказал, говорит, ну Шамиль, вот не знаю, иногда просто, то есть общаешься с людьми там очень высокого уровня, и они не понимают, что такое не выпить с ними, то есть иначе у них сразу такая настороженность. Это что такое, что произошло. Но я думаю, что это у меня лет 10 назад сказал, я думаю, что уже как бы уже они понимают, и он уже совсем не употребляет, поэтому здесь вот это силы личности внутренней. Меня радует, что осознанных людей становится всё больше и больше. Больше и больше. Всё больше и больше. Я думаю, даже после сегодняшнего эфира, и я вот, кстати, вот когда мы провели эфир с нашим заместителем Муфтия, и когда он сказал, что не воспринимается, да, ну то есть если у тебя на чаше весов твои желания, твои мечты, твои цели, твоя жизнь, твои дети, твоё будущее, и алкоголь, и здесь не принимаются твои, так сказать, помыслы, да, то есть и всё это будет зря, тогда, конечно, ты просто убираешь алкоголь и выбираешь лучшее. Просто и с другой стороны, может быть, это и хорошо, что есть какие-то такие жёсткие правила. Жёсткие правила, но загляните в душу этих людей. Людей, которые в том или ином упали. Кто-то в вопросе там измен, своей жене, кто-то в вопросе алкоголя, кто-то игроманы, кто-то наркоманы, если в их душу посмотреть, их души очень слабые. То есть вы вот так вот им сказав, вы можете очень здорово их ещё дальше отодвинуть от Бога, отодвинуть от веры. эти люди, почему идут на все эти вещи? У них нет уверенности в себе. Вот эта внутренняя слабость, внутреннюю боль, они стараются её залить очередной дозой, залить какими-то похождениями, залить какими-то клубами. У них нет вот этого внутреннего, внутренней полноты, наполнения самодостаточности, уверенности. У них вот этой силы личности нет. Может быть даже они и уверены с точки зрения может быть денег или статус еще чего-то, но я много людей консультирую, когда ты смотришь глубже, глубже, это моя задача на семинарах, как можно глубже копнуть, когда личная консультация, глубже, и ты увидишь там столько боли, столько надломленности, и вот именно эта боль, эта надломленность их туда опускает, вот эти вот, включает эти вредные привычки. А когда мы им говорим, что ты вообще такой падше-падше, ничто от тебя Всевышний, ничего от тебя не примет, мы ему еще кувалду по башке еще дополнительно бьем и говорим, да ты вообще там никто, никто, ничто, и ты вообще иди отсюда, никто у тебя ничего не примет. И к сожалению, порой имамы, богословы, молы, вот так вот и подходят. Они так же говорят женщине, ой, такая-сякая, у тебя там платка нету, да ты иди вообще отсюда, кто ты как, как у тебя Всевышний примет твои молитвы. Как можно так говорить? То есть я сам иногда некоторых подписчиков вижу, там женщина, у нее аватарка без платка, она что-то говорит, он ей заявляет, да ты женщина, иди отсюда, ты что еще там, ты иди в свою кухню смотреть, что ты сюда лезешь, платок иди, иди. Я думаю, господи, то есть, ну, люди вообще не понимают, какая разница предлога, мужчина, женщина, взрослый, или ребенок, да, когда говорят, что вот там дети и так далее, а что взрослые, что дети, что взрослые, что пожилые, что мужчины, что женщины, если ты человек, то все, ты вознесен пред Богом, говорится в Уране, и здесь это все очень тонко, это такая тонкая материя, спасение душ, и вот возвращаясь к точке могущества, это громадная возможность для спасения душ, но здесь эти души должны найти в себе силу, сила в нас есть, мы просто ее топим во вредных привычках, но она есть, нужно ее пробудить, и вот это вот раскаяние пред Богом, вознамеренность исправиться, в том числе и что-то сделать, вот как вы свою подругу пригласили, сказали, послушай, ну ты попробуй, ну как, я воду пить не буду, ты что, у меня тут все пересохнет. Нет, знаете, что на нее повлияло, я забыла только что-то рассказать, на нее повлияло, когда я рассказала, как вы делаете аузашар, да, что у вас на столе стакан воды, один финик и зеленое яблоко, и что не надо наедаться, то есть не надо наедаться, что, и вы знаете, для меня эти слова тоже были ключевыми, и все, вот как вы сказали, я стакан воды, ну опять же, это на работе я так был, а дома я ем вот так вот большая тарелка, это салат. не нужно наедаться, да, действительно, с каждым днем желудок становится все уже и уже, и мне кажется, организм просто благодарит тебя за то, что он просто, да, облегчение, легкость, да, легкое, и с каждым днем все меньше и меньше получится кушать, но в любом случае, опять же, здесь очень важно, вот вы уловили определенное состояние, гармония с Богом, гармония с собой, с другими, и вот это состояние, да, осознанность, если ты не понимаешь головой, это вообще бесполезно, тело не поймешь никогда, да, но дальше, опять же, важно выйти из этого состояния, вот как, когда человек голодает, например, на жестком голодании, недавно с одним медиком общался, потом людей постепенно выводит, здесь какой нюанс, нужно опять же выходить из этого состояния так, чтобы его сохранить, состояние здоровья, состояние воодушевленности, легкости, да, то есть определенные привычки в питании, и вот как я насчет вашей, сказал насчет вашей подруги, окружение, очень важное окружение, то есть если человек решил избавиться от алкоголя, в том числе, да, его вознамеренность, его слеза, окружение. Я сейчас, да, я буду менять не окружение, а менять сознание своих подругов, я не хочу терять подруг, я просто поменять сознание. не надо терять подруг, нет, это когда мне говорят, вот там муж такой-сякой, третий-пятый, что делать? Я говорю, изменитесь дважды, то есть в два раза лучше станьте, и он либо поднимется на ваш уровень, либо полностью отвалится. Да. Мирий Фаджич, ну вы знаете, я скажу вам, мы вместе с вами, конечно, очень многих людей, я думаю, вот именно к этому Рамадану, да, как-то, наверное, сподвигнули, да, потому что мы... Подтолкнули. Подтолкнули. Даже в нашей семье, ну вы подтолкнули меня, я подтолкнула свою сноху со средним братом, младший у нас каждый год держит, и у нас родители вообще с 90-х годов держат, они вот, будучи еще молодыми, молодыми, еще им 30 лет не было, они каждый год держат, но видите, они же не богословы, они же не имамы, и они как-то вот не могли, и мы не спрашивали, да, то есть они не доносили сути, но я заметила, что если в семье хотя бы один человек, кто-то держит, он все равно как-то, у меня даже дочь шестилетняя, да, два дня держала там с утра до шести вечера, и понимая для чего, я говорю, ты Бога любишь? Люблю. Тогда, пожалуйста, держи, да, покажи Богу свою любовь. Вот у меня, кстати, вопрос ко мне сегодня написал, очень много, кстати, моих подруг, приятельниц пишут мне, у тебя сегодня эфир, Шамиля Малюдина, ты бы не могла задать вопрос. Дизайнер интерьера задает вот такой вопрос. Она говорит, я визуал, и как человек творческий, мне для того, чтобы вот еще больше было силы, да, вот чтобы верить во Всевышнего, мне нужно его представлять. И она меня попросила задать вам вопрос. Вот вы, когда молитесь, да, вот вы Всевышний вообще как представляете? Классный вопрос, потому что периодически люди спрашивают, задают его, и новички, в том числе. вы должны здесь, вот коранический текст есть, нет ничего, здесь сейчас такое солнце в Москве, вот у меня как раз тот заход солнца из окна, большое окно, просто солнце великолепное, небо, хотя до этого были тучи, 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 и в Москве сейчас холодно. И вот каждый, почему-то каждый вечер, вот эти последние дни, я не знаю, я просто вот, был месяц, какой-то период был, ну как я в шутку говорил, Людовика Третьего в гостях, в Подмосковье там, на одной закрытой территории, а здесь я как раз опять домой вернулся, вот у меня из дома, видно прямо вот заход, и такой громадный горизонт, хотя в Москве это редкость, но у меня как раз передо мной этот парк, и сейчас такое красивое солнце, оно так конкретно на меня светит. Суть, в Коране говорится, нет ничего подобного ему, Богу, нет ничего абсолютно. То есть визуал, все это хорошо, я тоже, мне тоже нравится, то есть я, например, мне даже не нужно чем-то обладать, например, там автомобиль, я вот с 2010-го, до 2010-го у меня было 10 автомобилей, 11 автомобилей за 11 лет, вторая половина из них покупала я в салонах, новенькие. Но с 2010-го пересел на 4 года на велосипед, и потом уже дальше, как бы я не стал себе покупать автомобиль. Но визуал, то есть я вот, смотря на форму автомобиля, про последнее у меня, когда вышли только, а пятая была, она S-Line была, все такая, ну очень, прямо вот белая с таким. И вот визуально, да, то есть вот сама красота, форм, да, визуальный какой-то, то есть мне тоже это нравится, да, но мне не нужно обладать, мне можно просто достаточно пару просто посмотреть и получить это наслаждение. И здесь касательно Бога, лясья комет ли и шеи, нет ничего подобного ему. Здесь какой нюанс того, что вот мы его не можем вообразить, но если попробовать включить эту программу, то есть одно, когда человек говорит, вот я визуал, мне нужно вообразить, мне нужно вообразить, а потом хоп, он берет в голове, мозг, это совершеннейшая машина, он включает программу, лясья комет ли и шеи, нет ничего подобного ему, вообще ничего подобного Богу нет. То есть ничего, он все слышит, он все видит, он ничем не ограничен, ни местом, ни временем, из такой слова сложной, трансцендентен. И вот это восприятие именно как нет ничего подобного ему, оно намного большее, то есть оно сразу дает такую необъятную широту. Вот так сейчас на небо смотрю, вот широта этого неба, я не могу представить себе, вот то облако, тут маленькие облака, они такие сине-белые, вот то облако, или вот это солнце, или вот этот горизонт, или вот тут часть горизонта, нет, я беру просто, я вот так вот вбираю вообще всю картину. И здесь касательно Бога, не ограничен ни местом, ни временем, нет ничего подобного ему. И когда человек включает эту программу, он вот это восприятие, его изменяется, он выходит на немножко другой, иной уровень восприятия. Восприятие, и когда в Куране, как говорится, вы его не видите, но он вас видит. Это вообще, то есть когда вот этот аят читаешь даже, вы его не видите, а он вас видит. И это совсем другое ощущение, это совсем другой диалог с Богом. Здесь другой формат, другой уровень, это абсолютно нормально, нужно просто об этом задуматься, и мозг включится. Я думаю, что ее удовлетворит ваш ответ. Хорошо. Про молитвы я бы хотела задать вопрос. Какие молитвы нам сегодня читать? Нам сегодня нужно читать Коран, молиться о своем будущем, о том, чтобы наши дети были самостоятельными, чтобы вне зависимости, рядом мы с ними или нет, чтобы они всегда могли смотреть. Сформулировать, да. Но это каждый индивидуально. Кстати, я бы хотела задать вопрос. Вот если мы сейчас прописываем свое будущее, как это лучше всего делать? На бумаге или просто молиться? Как хотите. Если, конечно, вообще хорошо, хотя сам никогда это не практиковал, просто у меня есть несколько формулировок на арабском, которые я проговариваю. В этом году подкорректировал эту формулировку, я прямо ее так несу каждый вечер с собой, после травиха. Вы, конечно, лучше, но всегда полезно думать на бумаге. То есть вы на бумаге пропишите, вот люди пересмотрят этот эфир, просто повторять я не буду. В этом эфире мы уже сказали. Вот это, вот это, вот это. И молитву тоже мы сказали. То есть мы эту молитву тоже сказали. В эфире люди просмотрят, что время сейчас не тратить. И люди просто возьмут попунктно. Даже если они не могут на арабском проговорить это, не важно, на умма.ру, на сайт могут зайти, там посмотреть, ночь могущества забить в поиске, там будет поясняться, там будет эта молитва в транслитерации тоже. Можно, пожалуйста, не вопрос, чтобы в оригинале было хотя бы одно предложение. А остальное на любом языке. И если попунктно написать вот это, вот это, то есть самостоятельность, самодостаточность детей, ваше здоровье, ваша счастливая, здоровая, богатая старость, или после 60, после 80, ваше земное, ваше вечное, то есть вот это, ваши предки, ваши потомки, то есть вот эти пункты, их накидать и по ним проходиться, в любом случае, когда вы пройдетесь раз, пройдетесь два, вы почувствуете вот в своей сути эту глубину. И эта молитва сама на хоп, какое-то внутреннее включение, как будто хоп, и тебя услышали. Ты прямо чувствуешь хоп, и оно вот оно. И тем более, что про ночь могущества, как я повторюсь, всю ночь не спать не нужно. Кстати, за скольки не нужно спать? Да нет такого вообще. Нет такого, до такого-то времени нельзя спать. Нет, говорят, что до первой молитвы. Намазы. Так, значит, смотрите. Во-первых, да, в хадисе говорится, ахья лейль, то есть пророк оживлял эти ночи. То есть для него они были еще более живыми. Что касается нас с вами, например, вот если взять, вот сейчас практику Москвы, вчера, например, я не стал ложиться спать, даже эфир сделал мне, мысли некоторые были, до сухора, до ночного приема пищи. То есть получилось, что пока мы травих сделали, это уже был полдвенадцатого ночи, а у нас в час тридцать надо уже кушать. То есть получается полдвенадцатого, попер, два часа оставалось. Я не стал. Но до этого все дни, я все равно спал один час или полтора часа. Они очень много дают сил на следующий день. Ночь начинается с захода солнца. То есть она уже началась сейчас. Да, ну у вас. Вот у нас еще нет. Да. Захода солнца и до молитвы фаджр. В расписании фаджр. Это утренняя молитва намаз. Фаджр. Вот до этого момента. Вот она эта ночь. Вы там находите свой кусочек времени спокойный, когда вы просите вот то, о чем мы просили. То, о чем мы говорили, вы просите Всевышнего. И каждую из этих ночей. И, а дальше уже лучше, если вы поспите до сухора, до утреннего, до ночного вот этого приема пищи, лучше будет, если вы поспите там полтора часа. Ну вы облегчили нам жизнь, потому что я представила себе, что я не буду спать до шести утра. Завтра разбитая буду ходить. Нет такого, нет такого. Ну послушайте, не то, чтобы я облегчил. А достерхан нужно накрывать? Вот раньше мы накрывали достерхан. Специального ничего нету. Канонически. Кто-то у меня даже спросил, вот у нас традиция готовить рисовую кашу. Кто-то рисовую кашу. Именно ночь могущества. Кто-то чашку с рисом и с мукой. Да, ну нет такого. Рис, белый рис не рекомендую. Кушайте бурый или коричневый рис. Мучной исключайте, белый рис исключайте. Сахар исключайте. Переходите на мед. Больше клетчатки. Это уже так, и здоровый образ жизни. Поэтому никаких специальных блюд нет. Клетчатка лучше, зелень лучше, овощи, фрукты. Потому что вам будет легко. Если вы плотно поедите, вы будете полусонным. Вы там и молитву не сможете проговорить. И не поймете вообще, о чем проговариваете. Будете полусонным. И кому нужны ваши эти мучения? Мы-то хотим, чтобы наш ясный ум о чем-то конкретном попросил Всевышнего. И при этом включилась наша душа. А для этого у нас должен быть разгружен более-менее наш желудок. А это просто зелень, овощи, фрукты. И ему будет не тяжело. Он будет получать витамины, клетчатку и все полезное. Поэтому вот это взаимосвязь. И те буквально 5, 10, 15 минут. Хотите полчаса. Хотите несколько страниц Корана. Почитайте какую-то там мысль уловите. Какую-то медитацию для себя организуйте. Не вопрос абсолютно. Но обязательно до вот этого ночного приема пищи. Будильник я специально ставлю далеко, чтобы случайно еще раз не заснуть. То есть до ночного приема пищи обязательно час, полтора, два. И потом опять же утром, после утреннего намаза обязательно ложитесь спать. Кто-то раньше, кто-то позже. Обязательно ложитесь спать. Но потом уже там в 7, кто-то в 8, кто в 9 встает. Я сегодня там в полвосьмого. Обычно я в полдевятого встаю утра. Вы нам облегчили жизнь. Это важно. Это важно. Потому что иначе, если физика, наше тело, не будет получать нормального восстановления, будет страдать, в итоге вся духовная составляющая, наш настрой, это все мы не получим должного эффекта. Шамиль Рифатович, у меня последний к вам вопрос. После окончания Рамадана можно поститься еще 6 дней. Можете об этом подробнее рассказать? Потому что я хочу пройти. Говорят, что там засчитывается еще больше, да? Значит, в случае. Бонус получаешь. Классно. Каждый день поста, который вы соблюдали, это просто громадное божественное воздаяние, громадное божественное хауап, аджур. То есть на разных языках, как угодно это называйте. Это просто человеку вот так вот, как лифт. Лифт на громадный уровень. То есть вытаскивает каждый день поста. Просто это уже образно, я говорю, как лифт. Лифт вытаскивает самых низших уровней ада наверх, на самые высшие уровни рая. Это крайне важно. Поэтому даже когда люди говорят, что если ты не молишься, то твой пост недействительный, это такое безобразие. Потому что пост сам по себе, самостоятельно, это громадина, просто за каждый день поста божественного воздаяния, когда Айна Аджиби, Всевышний говорит, мы с вами в начале первом эфире цитировали, сам Всевышний говорит, я сам лично каждому воздам за каждый день поста. И вот эти 29, иногда 30 дней месяца Рамадан, потом один день мы обязаны пропустить, нельзя соблюдать пост, в Ураза Байран. А потом уже в течение следующего лунного месяца Шавуаль вы можете полезно соблюдать 6 дней Шавуаля. Об этом говорится в хадисе, в достоверном. И говорится, что если человек пропустился весь месяц Рамадан, а потом добавил к этому 6 дней Шавуаля следующего лунного месяца, то в этом случае будет как Касуямидар, подобно как он постился век. То есть вот этот весь Рамадан плюс 6 дней следующего месяца лунного, их не нужно в разнобой, как удобно, как хотите. По сути дела для организма лучше один за другим в определенном ритме находиться, все эти 6 закрыть. Иногда люди спрашивают, можно ли это совместить, например, там регула, не регула, пропустили, вынуждены еще что-то. Да, в намерении можно восполнять пропущенный месяц Рамадан, и эти 6 между собой их в намерении соединить. Есть такое мнение? Можете им тоже воспользоваться. Но, с одной стороны, восполнить нужно, восполнить вы можете в течение всего следующего года. Лучше, если сразу как можно быстрее восполнить, если по болезни кто-то пропустил, у кого-то там под язык положил лекарство, все, пост нарушился. Да, потому что лекарство принял, таблетку выпил, пост нарушился. Восполнит, лучше в это. Хочет восполнить потом в зимние короткие дни, не вопрос, можно и так тоже сделать. Но вот эти 6, они особенные здесь, сразу в следующем лунном календаре легче. Сразу же на следующий день после уроза. Не обязательно, можете через неделю, можете через 10 дней, можете в разбивку, можете в начале, можете в конце. Я говорю, только с точки зрения физиологической для тела будет легче. Не наедаться, уроза байрам, не наедаться, и потом опять хоп, и на 6 дней вы вошли в этот ритм, если хотите. И если человек эти 6 дней в разбивку подряд соблюдал, дополнительно 6 дней еще в этот месяц, уже шеволь, то кесаями дар, с точки зрения того божественного воздаяния, которое он получит, это можно сравнить с постом на протяжении века. Прямо это достоверный ходис, век. Пропустить такое, мне кажется, будет очень глупо. Поэтому, мне кажется, если ты продержал пост, один день с удовольствием праздновал уроза байрам, с родными, поел с утра, то есть насладился этим, и затем снова вошел в этот режим. Мне кажется, что он... Классно. Да, мне нравится, что Рамадан держит тебя в тонусе, да, то есть ты учишься контролировать, то есть там... Я вот привыкла, утром умылся, зубы почистила, все, ты не думаешь о еде целый день. Да, очень удобно. Удобно. И понимаю, что, оказывается, так-то можно жить, понимаете? Без кофе, без чая, без воды, спокойненько. И потом, после Рамадана, этот вкус кофе, вкус этого чая... Совершенно другой, да. Он начнет, как и жизнь, прям вкус жизни, хоп. Да. И это важно, это опять же пронести с собой, и потом следующий Рамадан даст Бог, живо-здорово будем. Опять же, вот эта вот перезагрузка, то есть цвета, да, звуки, мелодия жизни, просто краски, оттенки. Мне еще, знаете, что нравится, Шамир Ильфатович? Мне нравится, что нельзя ругаться, да? Нельзя сквернословить, нельзя материться, да? Классно, да. Нельзя сплетничать, да? То есть там, даже когда мне делали гадости, вот во время поста, я писала людям, я вас прощаю. Супер. Шамир Ильфатович, последний вопрос. Вот если вдруг кого-то я обидела, или кто-то обиделся на меня, да? Что нужно делать сегодня? Ну, если написать человеку, я тебя прощаю, или там, прости меня, да? Чтобы, может, знаете, точно, чтобы все сбылось. Здесь, в любом случае, как я сказал, ваша сила желания, сила вашей молитвы, сила вашего настроя, может прожечь любые препятствия между вами и Богом. Его всеслышанием, его всезнанием, его приемом вашей молитвы. Прожечь. Это раз. С другой стороны, если вы чувствуете, что кого-то обидели, что-то, чего-то, то не вопрос, напишите, там, пожалуйста, простите меня, ради Бога, я не хотела еще что-то. Но у меня немножко такое, то есть я не прямо-таки супер советник в этих вещах, я всегда советую то, что я практикую. На вопросах прощения я не особый ас. Я не держу сердце. У меня есть определенные формулировки даже, чтобы не держать сердце. Аллаху муафикни ан-а'афуани л'куль, ва ухиббал кулу, атакауа натиджита дарики бассахва л'афи. Господи. Дай мне свое божественное благословение. Всех простить, всех любить, и через это быть очень здоровым и полным жизненной энергией. То есть я к тому, что за последние 30 лет моей жизни, из моих полных 46 лет, немало было людей, в том числе очень жестких было, и подстав, и интриг. Даже потом однажды я узнал, на высшем уровне меня заносили из-за одной заказной статьи, занесли на более чем 10 лет черные списки. Меня считали на очень высоком уровне худшим из худших. То есть самые разные вещи, клевета в интернете, другой, третий, оскорбление в мой адрес. Я со всеми этими вещами сталкивался, я знаю, я сам по природе хищник. То есть я знаю все эти дикие правила леса. Если ты более-менее как-то выделился из толпы, а если тем более более значительно, тем более у вас там миллион подписчиков, это тоже определенный показатель. То есть никуда не деться, вы привлекаете внимание. И в немалой степени внимание шакалов, которые по сути, они сами не хищники, они просто беззубые шакалы. То есть им делать нечего. И вот так вот раздавать прощение я не прямо таки вот не могу сказать, что я вот прямо, потому что я вижу, я вижу эту, как сказать, эту жестокость, эту кровь, это хищничество, эту дикость, это подставление, эту низость, эту мерзость человеческую. Поэтому здесь моя задача, чтобы в моем сердце ничего не было, чтобы постараться всех простить вот в моем сердце. Но им прямо таки сказать, и вот быть таким вот велико чего-то, я считаю, что вот если я таким вот велико чего-то стану, будет много в этом лицемерия. для меня. Поэтому я стараюсь быть как бы так натуральным. Возможно, у вас такой более женственный подход, более мягкий подход. Но я много что оставляю на судный день. Много что оставляю на судный день. Просто я знаю, как... Я говорю про близких людей. Какие-то мелочи. Да, какие-то мелочи. Может быть, какой-то друзей. Друзей, близких людей. Это нам нельзя никогда портить отношения. Да. Кого-то не лайкнул, уже обиделись. А? Кого-то там на WhatsApp не ответил вовремя. Чего-то уже обиделся. Нет, я не об этом. Я от этих правил всего. Я поняла, поняла. Про дикие правила я, кстати, тоже вот в какой-то степени хищница. Мне тоже кто-то написал недавно. Какой ты имеешь право писать о религии. И, в общем, даже угроза была. Я написала этому парню. А ты имам, да? Или муфти, да? Кто ты? Вот просто покажи свое лицо. Даже имам или муфти не имеет права вам так сказать. Ну, даже. Ну, хотя бы. Хотя бы, да? Я бы хотя бы имам и муфти прислушалась. Но человек ноль. Ноль аккаунт. Лица нет. И голосовое сообщение. Но я, конечно же, как журналист, написала ему какая-то статья. И вообще, что угрожать человеку просто нельзя, да? То есть это вот грозит разными, так сказать, разными наказаниями. И во всех этих процессах мы должны чувствовать легкость нашей души. Ну, я не хочу тоже, да. Вот здесь здоровый эгоизм определенный. Легкость нашей души. Это очень важно. И в Ляля Туркадр, и в каждом дне. И наши близкие, они нам близки. То есть мы должны всегда эту близость. Не только там в эти дни. Вообще всегда. То есть мы должны чувствовать. И мы им нужны, и они нам нужны. Шамир Ильфадович, спасибо вам большое. Сегодня был еще один такой, знаете, завершающий эфир. Хорошо. Спасибо вам. Потому что это ваша инициатива. Вы большая молодец в этом. Спасибо большое. Священный месяц Рамадан. Но я очень надеюсь, что это не последний эфир наш в Инстаграм. Потому что именно в Рамадан мы очень много узнали. Вот благодаря вам. Я не знаю, я очень благодарна вашему менеджеру, которая просто среагировала, да, в начале нашего карантина. И такие три знаковых эфира. Первый в самом начале, то есть в преддверии УРАЗы. Затем буквально за пару дней до УРАЗы. И вот сейчас, в последнюю неделю, да, еще в такую благословенную ночь мы с вами сегодня поговорили. В общем, 7 тысяч человек сегодня с нами было. Мне кажется, это... Это то, что одновременно. Это то, что одновременно. А всего там еще больше. Да, поэтому спасибо вам, друзья. Я желаю всем в эту благословенную ночь исполнения ваших самых сокровенных желаний. Шамир Ифатович, вам, вашим детям, вашей семье, вот просто благополучие. Вы делаете большую работу. И вы не представляете, какой огромный труд вот вы, ваш брат и ваша супруга делает... Вот вы вроде бы занимаетесь своим любимым делом, да? А сколько полезной информации и вот полезного вы нам даете. Поэтому вам спасибо большое. Но опять же повторюсь, спасибо вам. И даже так получилось. Вот видите, 20 минут. Мы никак не могли включиться. Я успокоился, думаю, ну, я не могу понять, что это. Как, что это за какая-то химия, то есть что это за техника, да? И прямо вот я включаю, просто зависшая картинка с разных аккаунтов. Полностью перезагрузил телефон, полностью. То есть у меня правила жизни. Я всегда спокойен. То есть хотя даже, может быть, адреналин уже повышается, но я спокойно отдаю Богу. Потому что я не могу понять, что. Я не лгаю. А я не знаю, что у эфира состоится. Не нервничаю. Но я не могу понять. У меня невозможно что-то там подключиться к эфиру. Просто вот зависшая картинка и все. Ну что же такое? Но Бог миловал. И тем более, да, вот в эти ночи все это вот так прошло. Огромное вам спасибо. Вы большая молодец. Спасибо. И хороший пример и для вашего окружения, и для тех многих, кто как бы пограничные. Они не знают. Они пугаются религии. Они не могут понять, что к чему. Боятся чего-то там. То есть вот для этой очень огромной такой пограничной находящейся аудитории, огромного количества людей, ваш шаг был очень таким героическим. Потому что, опять же, человек может напугаться, а смогу я как-то сформулировать? Смогу я эту тему вытянуть религиозную? Как, что? Поэтому вам триллионно-кратного божественного сдаяния, полноты счастья в обоих мирах, вам, вашим близким, вашим детям. И чтобы ваших подписчиков становилось еще больше, а не чтобы вы были еще более такими активными и всегда вас воодушевляли на новые подвиги, на новые подвиги.